Одного из самых популярных иерархов РПЦ, звезду православного сегмента Ютуба и в прошлом соратника-патриарха, митрополита Илариона, отстранили от служения. Событие небывалое, учитывая, почему это произошло. За скандалом стоит юный клирик Георгий Сузуки. Он рассказал о сексуальных домогательствах со стороны митрополита. И сделал это публично, пообщавшись с журналистами, и предъявив видео и аудиозаписи. Георгий обратился и к нам. Я хочу рассказать истинную историю, чтобы все поняли, что на самом деле происходило. А потом понять, что, во-первых, чтобы преступник, который совершил преступление, чтобы он признал, а не убегая, признал свое вино и покаялся в этом. Самая первая и основная вина – это сексуальное домогательство. И это единственный неоспоримый факт, потому что все остальное в этой истории напоминает авантюрный детектив, где все участники недоговаривают. Как Георгий Сузуки попал к митрополиту? Почему тайно записывал их жизнь? Правда ли, что его мать вымогала у митрополита почти 400 тысяч евро отступных, чтобы замять скандал? И правда ли, что Георгий обокрал митрополита, сбежав обратно в Японию? Для того, чтобы оценить рассказанное Георгия, мы пригласили журналистку Ксению Лученко. Как юноша, который еще недавно собирался стать олимпийским чемпионом по серфингу, решил отправиться через полмира из Токио в Будапешт, чтобы прислуживать православному митрополиту? Первый раз мы с ним встретились, когда у меня было примерно 7-8 лет. Когда Патриарх Кирилл приезжал в Японию. И так как я служил с 3 лет в японском церкви, и там был алтарником, то как-то мне удалось попасться в кадр вместе с Айвареном перед ковидом. Мы связались с ним. Дело в том, что я продолжал служить в церкви, и я думаю, что в будущем я стану высвященным служителем. Я этого очень хотел. Так как в Японии не было таких пастырей в православной церкви, от которых можно было научиться, но в Японии на тот момент был самый известный митрополит. Это значит Айварен. Потому что других митрополиту, архиереев люди не знали. И вот я решил обратиться к митрополиту Айварену. Я ему написал... Это же какая-то легенда, которая не выдерживает вообще никакой критики. То есть, может, он и написал, но совершенно очевидно, там изначально был какой-то пакт. Мы не знаем, какой. Мы не можем утверждать, что он точно ехал к нему в качестве сожителя, но, может быть, его звали за какую-то хорошую жизнь. А вот приезжает... Там же еще были люди, другие помощники Илариона, что вот у нас тут замки яхты, можно потусоваться с папиком. Я не знаю, как это делается. Но он явно зачем-то туда поехал. И это выглядит несколько странно. Судя по записям, сделанным Георгием Сузуки, меньше всего митрополит похож на человека, страдающего в ссылке. Он окружен бытовой роскошью и красивыми молодыми помощниками, которые его сопровождали повсюду во всех его развлечениях и приключениях. Он купил замок, такой большой, что по нему можно было кататься на электросамокате. Вот Иларион на яхте, а вот в дорогих ресторанах. Вот на что идут пожертвования спонсоров РПЦ. Паства не должна видеть и знать, как живет церковное начальство. И именно это, вероятно, вызвало негодование патриарха. Но зачем же Георгий решил снимать и тайно записывать своего духовного отца? Летом, где-то в сентябре 23-го года, когда он мне начал прямо угрожать, когда я ему намекал на то, что я хочу еще раз поехать в Японию, но посетить Японию или возвратиться, то он начал говорить, что, во-первых, если ты поедешь, что будет тебе плохо там, жизнь на тебе не сложится. Если вдруг ты уедешь, то я хитростью тебя привезу, ты не долетишь до Японии. Такие вещи начал говорить. Когда он такие вещи стал говорить, то я понял, что я попал не в ту круг, и что я под опасностью и должен собирать какие-то доказательства тому, что этого было, чтобы после этого можно было его обвинить. Я точно не знаю, почему он был против, но, наверное, я думаю, он привязался ко мне. У меня были какие-то мнения, что так как я могу много чего узнать о РПЦ, то можно написать книгу о суть РПЦ и что там творится. Вот такие у меня чувства тоже были. Но первая моя причина записи и аудио, и видео была в том, что он мне стал угрожать, и непонятно, в какой момент он бы мог еще раз угрозить или что-то сказать, то я подумал, что лучше записывай все, и чтобы его угрозы точно попали в кадры. Может быть, и угрожал, но, честно говоря, Иларион, в общем, человек довольно трусливый. Вот тут надо понимать, что он довольно труслив сам по себе. Ну, неосторожен. Это вот тоже такая какая-то специфическая черта. То есть он склонен откровенничать с людьми, которые ненадежны. И вот это я просто, ну, видела, слышала своими глазами по другим совершенно поводам. То есть мне всегда удивительно, зачем он это вот так рассказывает или пишет какую-то смс-ку, когда он понимает, что... Ну, вот конкретно я стояла рядом с человеком, который показал смс-ку от Илариона, вполне там критическую. И я думаю, блин, ну, это же невозможно. Зачем ты так пишешь? Прямо заседание Священного Синода. Ну, какие-то такие вещи. То есть он, в принципе, ему хочется с кем-то делиться. И он доверяет людям. При этом он очень трусливый. На руках у Георгия улики, которые дают возможность его матери вымогать деньги у митрополита Илариона. По его словам, она потребовала 384 тысячи евро, то есть 16 лет содержания. Митрополит не опровергает, был готов платить помесячно 2000 евро, видимо, понимая опасность этой информации для его репутации и карьеры. Но Вероника Сузуки и Иларион Алфеев не договорились. Цитирую. Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как состричь с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство. Конец цитаты. Во-первых, я хочу привести пример, что если человек, водитель пьяный, водил машину, избил какого-то человека, и к этому пострадавшему пришел и сказал, что дайте я вам дам денег и давайте это дело закончим, то это преступление. Я думаю, что это нет, это не преступление, это вполне легальный способ. Но это, скажем, право пострадавших, что они могут в такой вести разговор. Вымогательство тоже. Это я не считаю, что преступление. Но, во-первых, этого вымогательства не было. Сначала и варен предложил деньги, и мы думали, что делать. Вот мой отец категорически был против того, брать с эвариона какие-либо деньги, потому что он считал, что за такие деньги, это считается прямо грязными деньгами, их некуда использовать. Потом мама все-таки и я думали, что мой быть эварион покается. И моя мама верила все-таки эвариону, что, может быть, он покается, и впереди уже не будет такие вещи делать, и что впереди уже не будут таких пострадавших, как я. И тогда мы бы могли, может быть, по-христиански его простить. Сейчас на территории Венгрии вокруг истории Георгия Сузуки и митрополита Элариона идет сразу несколько уголовных разбирательств. Митрополит утверждает, молодой клирик вынес из сейфа ценности на 30 тысяч евро и сбежал. У Георгия Сузуки своя версия событий. Я, например, собственно говоря, из семьи не бедного, но, скажем, хорошей семьи. У нас в даче все есть. И то, что я получал в Венгрии от эвариона, то все у меня это было, в принципе, в Японии тоже. Моя жизнь не поменялась. Но когда я там увидел и вот такие разные эксклюзивные жизни эвариона, то, конечно, разочаровался, что архиереи так живут. Насчет воровства, я хочу сказать, что, во-первых, я не считаю, что это воровство, и я не считаю себя вором. И считаю, что это совершенно ложное объединение на мне. Дело в том, что, когда он начал мне угрожать, я понял, что просто так я из Венгрии не могу выехать. Зная его отношения с правительствами, с полицией, может быть, и с российскими правительствами, а может быть, со спецслужбами российскими, то я решил, когда уезжал, взять его ценные вещи и закопать их, например, в его замке, который он купил. Для того, чтобы, если вдруг меня по пути поймает, может быть, я думал, что так как эварион жадный, то он все-таки будет жалеть о своем ценности и скажет, что ладно, я тебя отпускаю, говори, где вещи. Я хотел поменять свою свободу на вот эти ценные вещи. И для этого взял как качество страховки. Я совершенно не понимаю, в чем здесь его выгода. То есть, что он хочет? Он хочет, чтобы ему помогли закрыть уголовное дело в Венгрии, но факт кражи он не отрицает. Она была, каким бы там ни были мотивы. Да? Как мы ему в этом поможем? Никак. Он, ну, дальше начинается конспирология, что он на кого-то работает, чтобы очернить Элариона, но это сильно вряд ли тоже не похоже. В этой темной истории неоспоримы только сексуальные домогательства. На видео виден человек в одном белье, поразительно похожий на митрополита Элариона, горячего борца с одомским грехом. В постели у него юноша. По словам Георгия Сузуки, когда он болел, митрополит приходил к нему и, пользуясь своим положением, облаченного властью, ложился к нему в постель, якобы, чтобы снять жар. Видимо, замолчать и опровергнуть эту историю митрополиту до сих пор не удалось. Что касается однополых партнерств, опять же, у церкви есть на это свой взгляд. То есть церковь считает такое сожительство грехом. Она считает, что его нельзя приравнять к браку. И она считает, что таким парам нельзя позволять усыновлять детей. Почему? Потому что это, по сути дела, приводит к воспроизводству этого образа жизни уже в следующих поколениях. Насчет сексуального домогательства мы уже в полицию объявили и уже подали иск. И сейчас идут расследования об этом. Были истории, когда снимали епископов ровно за это. Самая громкая история была там конец 90-х, начало нулевых, когда такой Гурий поехал из Парижа. Он был правящим в Париже, в Магадан, потом сняли в Екатеринбурге Никона Миронова тоже за это, но там всегда было что-то еще. То есть вот про Никона, там были еще переделы Екатеринбургского бизнеса. Вот Никон был с одними, он мешал другим, и эти другие вытащили этот гомосексуальный скандал и ровно за бабки его патриархи патриархи сняла за то, что деньги тишину любят, не надо тут. Были несколько историй, когда совсем уж выплывала эта поверхность, и церковь все-таки что-то делала. То есть их ссылали, их там на покой отправляли. Был случай с одним, ну давно с одним химандритом, который там просто развел, я даже не буду пересказывать, что это было, то есть там мальчики-алтарники нашли родители, это узнали, что была жуткая история. Ну его отправили в Южную Америку, он там послужил немножечко, потом его вернули, и сейчас он в такой провинциальной епархии, правящей архиерии, узнает, что там творится. Может, и ничего, может, присмирел. Вот, то есть это периодически как-то всплывает, но это все в формате сплетен, и самая главная проблема, когда об этом узнают в патриархии, это почему допущена утечка. Ну как бы вы там делаете, что хотите, тихо. Не нужно нам тут портить репутацию, и не нужно в скандалы медийные устраивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин